всем привет дорогие друзья с вами михаил бычков и вы смотрите канал видео смайл и рад вас приветствовать на нашем новом уроке по after effects да кстати зацените какую лампу мне подогнали из икеи я теперь думаю еще докупить гарнитуру с ушами от кота и пойти на twitch бойцы на донаты кстати можете написать в комментариях насколько перспективной вам кажется эта затея ну а урок у нас сегодня посвящен частицам давайте же посмотрим что мы будем создавать в общем вот такую композицию я для вас подготовил надеюсь у вас получится не хуже а даже лучше правда для этого вам потребуется помимо after effects а еще два плагина это red giant trap code форм и партикуляр и да если вы до сих пор ими не обладаете я вообще не знаю как вы в авторе работаете кому друзья 21 век вы до сих пор не знаете что кориджайд и trap code в общем я надеюсь вы меня поняли и услышали ну а перед тем как мы начнем пару слов о спонсоре сегодняшнего видеоролика это наш курс super after effects 2 если вы искали энциклопедию по after effects у где все собрано в одном месте с крутыми примерами и хорошей подачей то этот курс точно для вас в общем не буду вас томить погнали с новым уроком ну что ж друзья мы с вами начинаем как всегда с чистого листа берем новую композицию 1920 на 1080 хотя вы можете выбрать здесь что-то поменьше чтобы быстрее проигрывалось 30 кадров в секунду ну и длительность побольше поставьте чтобы можно было насладиться всеми нашими частицами которые мы сюда запихнем и далее сразу же создаем новый слой только надо выбрать эту композицию layer new solid приглашаемся и накидываем на него эффект который называется форм он создает или генерирует частицы в определенно заданной форме отсюда и название и также чтобы он корректно у нас работал нам потребуется еще создать камеру плюс мы еще вдобавок и будем потом анимировать при создании камеры проверить чтобы у вас не стояла здесь галка enable depth of field иначе все может немножко тормозить если у вас на ней будет настроен 1 фокус так как потом мы еще добавим сюда глубину резкости и далее советую вам перейти с активной камеры которая сейчас по факту соответствует фронтальному виду на какой-нибудь один из этих трех ну вот мое предпочтение это custom view 3 здесь если выбрать инструмент камера и зажать левую кнопку мышки или правую колесик это можно вот так вот манипулировать в трехмерном пространстве при этом вы не редактируете свою основную камеру то есть если опять на нее переключусь то здесь все будет нормально ну и дальше я вам покажу два подхода к созданию нашей основной заставки первый подход это для тех у кого нет 3d софта то есть мая макса или синемы и для тех у кого он есть сначала для тех у кого нет что вы можете здесь сделать потому что нам сюда потребуется загрузить некий логотип или некую форму вот так как у нас не будет трехмерной формы то здесь можно выбрать во вкладке base form где мы ее и задаем можно выбрать из выпадающего списка текст то есть просто какой-то текстовый слой изначально он показывает вам слово троп-код чтобы можно выбрать что-то свое создаем новый текстовый слой пишем здесь какое-нибудь пафосное название не знаю вашего там youtube канала игры или фильма давайте все это от центруем только да кстати у меня еще были выключены и отображение слоев control shift h если что шорткат на это дело и далее в нашем плагине здесь это нужно настроить теперь опускаемся вниз тоже категория текст mask settings раскрываем ее и здесь вот нужно выбрать слой вот мы его указываем давайте перейдем на custom view 3 и все как раз наглядно сейчас видно вот у меня три текстовых слоя ну три мне здесь не нужно поэтому я могу это настроить вот в этом в этой вкладке particles in z вместо тройки давайте поставим здесь 1 тоже отлично и по факту уже наши частицы начали генерироваться то есть если мы подлетим поближе то вы увидите что текст сейчас состоит из множества множество частичек их количество вы можете редактировать если опуститесь чуть ниже здесь есть два параметра первый отвечает вот этот particle density edge отвечает за количество частиц на краях объекта то есть может быть вы хотите сделать прозрачными вот здесь и 2 отвечает за количество частиц уже непосредственно внутри самого объекта принципе все то есть вот для тех у кого нет 3d софта это ваша базовая заготовка дальше мы уже будем работать с ней а для тех у кого есть что-то наподобие синемы давайте сейчас мы в нее перейдем я создам здесь текстовый объект давайте отцентруем его только во вкладочке line поставим middle опять же напишем что-нибудь здесь и нужно выбрать какой-нибудь брутальный жирный шрифт но мне повезло у меня он на самом верху вы кстати можете записать название мне очень понравилось как он выглядит прям такая какая-то голливудская заставка для космического фильма идеально подходит на мой взгляд так и дальше нам нужно его выдавить берем с вами объект экструд закидываем текст в экструд и давайте включим отображение полигонов потому что это нам сейчас потребуется ну первое что мы будем делать это в самом экструде давайте сделаем глубину выдавливания чуть побольше не 20 сантиметров а скажем 80 и также добавим сюда subdivision of потому что они будут влиять на то где формируются наши частицы 6 7 8 например здесь зайдем во вкладочку caps который отвечает за фаски и вот за эти крышки по краям вашего объекта и фаски создавать не буду а вот крышки нужно настроить это параметр caps type здесь состоит многоугольники поэтому мы не видим по факту здесь никаких полигонов выбираем regular grid можно тут треугольничек маленький нажать раскрыть его но это если в 21 версии если раньше там вас сразу будут доступны эти настройки и в принципе можно чуть поменьше поставить у вас сетка поплотнее будет но по моему я в оригинале пользовался самыми такими стандартными и базовыми значениями поэтому тут все одинаково должно быть так далее что мы будем делать далее нам нужно добавить сюда сегментов вот таких вот продольных или поперечных я блин всегда их путаю поэтому я надеюсь вы поняли то есть такие у нас есть осталось вот так еще нашинковать наш объект и это делается на самом деле не в самом объекте extrude а в объекте текст если мы его выберем и опускаемся в самый низ то есть это то что отвечает за количество точек на нашем сплайне на нашей кривой сколько синема поставит точек между вот этим и этим отрезком выбираем параметр intermediate points и я здесь поставил тип который называется natural на мой взгляд он лучше всего подходит здесь можете поэкспериментировать да то есть вот так вот выглядит адаптив так вот uniform и форм видите он здесь дает иногда не очень аккуратные края поэтому давайте выберем все-таки natural и пожалуй оставим так как сейчас здесь все есть далее мы выбираем наш extrude нам нужно перевести его в геометрию нажимаем c нам сли сливает все это дело в один полигональный объект можно себя проверить в режиме правки полигонов выбрать какой-нибудь объект например вот этот и просто пододвинуть чтобы посмотреть слились ли наши контура вроде все отлично и дальше мы можем это дело уже экспортировать для того чтобы это экспортировать нажимаем файл экспорт и в качестве формата выбираем здесь обиджи ну и дальше переходим обратно в автор эффект и увидимся уже там то что вот я вернулся в автор здесь мне теперь можно удалить уже вот этот текстовый файл источник света потому что я не буду пользоваться этим вариантом и выбираем наш слой с формом давайте кстати назовем у нас форм мы им лога положим и здесь наверху меняем тип формы с текста на обиджи модель и нужно ее выбрать здесь кстати уже есть в списке несколько забавных вариантов просто за разработчики о вас позаботились и подготовили несколько пресетов которые можно разобрать но мы выбираем здесь add new object и добавляем новый объект если вы все правильно сделали то они у вас должны отобразиться в самом низу у меня есть две текстовые заготовки я просто различные варианты пробовал я выбираю ту которая раз мне нужна и вот что-то наподобие такого у вас должно получиться сейчас на экране если пытаетесь полетать камерой то у вас вьюпорт может даже начать тормозить потому что сейчас ну очень много скорее всего частиц то есть если здесь что-то тормозит то именно из-за количества частиц так теперь возвращаемся к настройкам нашего форма выбираем сейчас я гляну свою шпаргалку так выбираем с вами вкладочку обиджи settings раскрываем ее это настройки именно того как частицы генерятся на нашей модели здесь мы можем выбрать различный тип то есть можно выбрать генерировать по ребрам генерировать по точкам зависимости от этого видите немножко по-другому а выстраивается частиц на вашей модели нас же интересует вариант который называется в болью это генерация внутри объема далее опять же я все равно вижу что количество частиц просто невероятно и поэтому здесь можно настроить их плотность во вкладочке particle density можно поставить не сто процентов а например там 50 даже 50 много давайте поставим 20 нас интересует такой упрощенный сначала вариант который мы потом настроим единственно с вашего позволения я сейчас зайду в настройки программы потому что у меня стоит авто сейф и меня он немного смущает хотя вам конечно же я рекомендую его всегда оставлять так авто сейф меня просто каждые две минуты стоит я и так буду что сохраняться надеюсь что не вылетит и так выбрали volume выбрали particle density и в принципе здесь все то есть наша модель готова потом если мы захотим подбавить сюда частиц мы просто вернемся к этому параметру и увеличим его там до любого значения да и кстати пока вы работаете с этими настройками вы иногда можете там отщелкнуть да и у вас просто пропадет это окно если вы тем более другой какой-то объект выберете поэтому моя вам рекомендация здесь вот наверху можно нажать на нажать этот замочек и тогда у вас заблокируется это окно и куда бы вы не нажали какой бы объект не выбрали всегда будет показываться именно эти настройки правда потом не забудьте разблокировать так что мы делаем далее далее давайте настроим вид наших частиц закрываем вкладочку base form и переходим к партиклам все это настройки вида именно самих частиц значит здесь можно выбрать из каких-то заготовленных пресетов сфера сфера со свечением кстати она будет немножко сиять сразу же но мы будем работать со стандартными сферами потом если что сами добавим это свечение и если приблизиться очень сильно то вы увидите что они с такими размытыми краями за это отвечает параметр sphere feather сейчас он стоит на 50 процентов давайте его два раза поменьше поставим чтобы они немного более контрастно сказались и также размере их изменю поставлю на единицу вот так вот сейчас выглядит давайте проверим как это будет выглядеть уже в линзе нашей камеры поэтому сменим здесь на активную камеру ну и сразу бросается в глаза что размер очень маленький да как нам по-быстрому это изменить мы возвращаемся в вкладочку base form и там на самом верху самый первый параметр который вы можете менять это сайз x y z вот вы уберете и просто увеличиваете давайте поставим здесь где-нибудь ну не знаю тысячу круглое число вроде бы и не особо большой и не особо маленький опять же это все под свои нужды всегда настраивается так и я еще хочу настроить размер этих частиц и немного цвет изменить значит по поводу размера в принципе один это нормально но дальше хочу ввести немного вариации здесь есть параметр size random можно поставить 50 процентов все вернусь на custom view 3 чтобы постоянно проверять себя ну и да действительно видим что частицы стали разниться в размерах какие-то большие остались какие-то стали поменьше настраиваем теперь самое интересное это наш цвет сейчас стоит solid color но это скучно согласитесь когда у вас все частицы одного цвета мы хотим какое-нибудь цветовое безумие здесь выбрать поэтому выбираем с вами задать оттенок по оси z есть четыре варианта ну советую вам поиграться со всеми но что значит а задать оттенок по оси z это соответственно что у вас по оси z начинает рисоваться вот такой вот градиент который вы можете уже под себя настроить так настраивается он во вкладке color over сейчас я чуть-чуть побольше сделаю эти настройки чтобы и вам и мне было удобнее но и тут можно выбрать какие-то заготовки какие-то пресеты пощелкать посмотреть при этом любой пресет вы можете очень быстро пересобрать во что-то новое просто нажимая на клавишу randomize видите и он вам начинает формировать совершенно новые и какие-то интересные паттерны давайте прощелкаю надеюсь я получу что-то близкое к тому что было у меня ну вот похоже единственный эту парочку изменю опять же это вы уже делаете под себя то есть как вам больше нравится так два раза кликаем и тут можно более с ним его сделать что ли это более голубым так этот таким светло желтым а вот это фиолетовый сделаю опять же я ориентируюсь на свой оригинальный вариант вы можете всегда что-то другое сделать ну да плюс минус так можно всегда добавить какой-нибудь белый оттенок и тогда когда вы добавите свечение уже на композе так сказать всего этого дела вы прям заметите такие яркие блики на этих объектах что же с цветом поиграли давайте это закроем я немножко отодвинусь то есть уже смотрится неплохо опять же учитывайте что мы увеличим плотность этих частиц и в какой-то момент вы даже не заметите что этот текст состоит из частиц вам будет казаться что он просто заполнен опускаемся ниже так эту вкладку я на время могу закрыть вкладка шейдинг пропускаем layer maps пропускаем аудио рег пропускаем вкладочкой дисперс и твист здесь есть несколько полезных параметров которые вам просто покажу дисперс это вы можете заставить разлететься эти частицы вот он по факту уже такая анимация но это смотрится дешево согласитесь так себе то есть можно добавить им какую-то нестабильность чтобы они просто чуть-чуть смещались от своего оригинального положения и вкладочка твист можете их вот так вот завернуть ну вот это кстати прикольно я думаю можно поэкспериментировать и что-то с этим собрать так я поставлю на ноль и мы дошли с вами до самого главного до fluid мастера звучит немножко устрашающе но ничего страшного на самом деле нет давайте его включим и посмотрим что у нас делает будет мастер он по факту занимается симуляциями то есть у него есть несколько пресетов которые он может сгенерировать на ваших частицах изначально если вы нажмете play с посмотрим ваши частицы начнут двигаться вверх и вот так вот расплываться ну это симуляция такого псевдо взрыва что ли видите они в такую грибообразную сказать бы так чтобы точно было видно форму превращаются летят там как будто бы мы их подогрели и как будто бы они состоят из какого-то газа и за счет законов физики у нас все это вверх начинает лететь ну и уже смотрится неплохо этим можно иметь дело при этом это абсолютно трехмерный эффект видите во все стороны работающий но сейчас все равно как-то это скучновато выглядит давайте попытаемся это настроить под себя так сейчас я перейду к своим опять же настройкам что у меня здесь было во первых давайте поставим функцию apply force сейчас у нас стоит континью следит значит что вот эта сила она применяется постоянно наши частицы я поставлю только этот старт чтобы у нас было какое-то начальное ускорение дальше мы с вами опускаемся и редактируем параметр buoyancy не знаю правильно ли его произнес ставим его совсем маленьким ну считайте что это сила с которой они начинают подниматься вверх то есть смотрите если опять поставлю не вот так сейчас анимируется да если я поставлю например 25 ведь они просто быстрее начинают подниматься я опять же не берусь точно сказать с точки зрения физики как это переводится но вот визуально я могу вам так показать ну и здесь я поставил значение 05 то есть мне не нужно чтобы они сильно поднимались потому что моя задача сейчас не чтобы они вверх летели чтобы их наоборот в стороны как бы смещала но при этом все равно у нас есть какой-то поток воздуха который горячий до который этот вот объем с газом как будто бы начинает поднимать далее здесь force region scale я не трогаю и перемещаемся с вами к параметру рэндом свирал вот здесь как раз вся красота и будет находиться ну давайте просто сначала посмотрим рэндом свирал xyz если я покручу что будет будет происходить с моими частицами запускаем play и видим что их начинает крутить во все стороны то есть вы считаете создали такое поле завихрений вокруг ваших частиц которые начинают на них действовать ну и осталось это все настроить то есть принципе вот базовая физика у нас уже готова просто нужно сделать так чтобы это смотрелось именно красиво так сейчас я на всякий случай сохранюсь здесь можно настроить этот рэндом свирал под себя каким образом сейчас стоит xyz linked это значит что вот эти завихрения по всем осям они одинаковые мы можем выбрать индивидуально и сказать где мы хотим больше этих завихрений то есть какую сторону а по какой оси а где меньше ну и у меня здесь стояли следующие значения опять же абсолютно экспериментальным путем то есть вы просто вводить одно число нажимаете play смотрите ну чтобы вас избавить от этой рутины я это сделал за вас и здесь мы поставим 25 15 и 10 по оси z при этом есть еще параметр свирал скейл тоже очень интересный смотрите чем он меньше вот например если я единичку поставлю пробуем проиграть видите все очень быстро сейчас происходит они считайте то есть вот эта сила завихрения считайте действует на все наши буквы сразу же одновременно поэтому у нас нет ощущения что буквы распадаются на частицы поэтому чем меньше этот параметр тем глобальнее считать эта карта завихрений и наоборот чем он больше тем она локальней и соответственно влияет на какие-то участки на наших буквах поэтому я здесь поставлю 50 снова чисто экспериментальное число ну и вот что-то наподобие такого у нас получается то есть вот уже неплохо же с этим можно иметь какое-то дело так давайте чуть-чуть назад отличу давайте дадим проиграться кстати можно себя как проверить можно всегда всякие тесты делать если подняться на самый верх помощь у нас есть параметр particle density ну давайте в день до 30 и подымем чуть поплотнее сетку сделаем и я создам джаз мант вир на который накинул эффект glow то есть эффект свечения звезда пока мы конечно занимаемся так сказать техническими аспектами не нужно настраивать сразу там фон цветокоррекцию делать но все равно я люблю какие-то такие самые основные вещи тестировать даже на этапе создания ну вот здесь сейчас особо не видно кстати да еще особо не видно потому что мы находимся в custom view 3 надо переключиться на активную камеру и здесь вот голову же сразу же заработает так давайте понизим glow threshold чтобы пропускная способность как бы для цветов стало больше где-нибудь 40 поставим побольше радиус сделаем ущество 500 где-нибудь и силу можно чуть поменьше поставить то есть вот как будто бы уже он какой-то имеем с вами ну по-моему смотрится очень хорошо опять же вспомните сколько времени и сил мы на все это время на все это затратили поэтому это прям здорово так что мы еще можем сделать давайте накинем еще на наш вот этот тот объект выберу да кстати сейчас я вот не вижу до настроек этого потому что у меня скрылась просто за другой вкладкой поэтому можно переключиться сюда это как раз из-за того что здесь стоит замок можно переключиться сюда и прокрутить в самый низ какие еще здесь есть настройки которые вас могут заинтересовать есть фрактальное поле здесь вы можете настроить их размер то есть как будто бы некая карта шума будет влиять на их размер и они еще будут там между собой где-то становиться больше где-то уменьшаться в общем тоже можете поиграть с этими настройками я же это оставлю как есть то есть меня это не интересует сферическое поле и калейдоскоп мы можем пропустить потому что это сейчас нас точно не коснется а вот вкладке трансформ я вам покажу если предположим вы хотите чтобы ваше там слово вылетал откуда то вы можете здесь это все дело за анимировать вот эти все параметры позволяют вам глобально настраивать трансформировать вашу форму и еще важный момент здесь есть вкладка называется global fluid controls она отвечает по факту за какие-то глобальные настройки именно просчета вот этой вот флюидные до жидкостной или газовой симуляции например fluid time factor сейчас он стоит на единице вот например если его поставлю на 5 что будет происходить нажмем play эти все стало гораздо быстрее то есть мы просто всю симуляцию глобально ускорили при этом она ускоряется по тем законам которые мы там настраивали ну и в какой-то момент вообще сложно представить да что это у нас был какой-то логотип я поставлю 1 как было вискости это у нас так сказать плотность среды в которой мы находимся сейчас стоит 20 чем больше она стоит тем сложнее нашим частицам будет разлетаться представьте что наши частицы это какая-нибудь я не знаю плотная масса шоколада какого-нибудь и даже если вы на него начнете направлять поток воздуха то он не будет так сильно распространяться ну я не знаю пример с шоколадом конечно не очень но я думаю вы меня поняли так ну и в принципе все здесь нас больше ничего не интересует мы это все закрываем ко вкладке rendering мы вернемся чуть позже потому что здесь есть несколько эффектов которые мы воспользуемся которыми точнее мы воспользуемся но пока мы это все можем скрыть потому что теперь мы будем работать уже непосредственно с нашей камерой давайте сейчас посмотрим на вид сверху здесь можно выбрать из выпадающего списка топ да вообще наши частицы разлетелись откатимся назад я вырублю на время и джаз на player опять же я замечаю что появились тормоза во вьюпорте поэтому сразу что мы делаем это возвращаемся нашу базовую форму в обидже settings и понижаем плотность точек 20 или там можно даже 15 на время тестов поставить и сразу же все становится быстрее так ну вот предположим где-нибудь до 8 секунды мы с вами сделаем эту симуляцию чуть-чуть визуализирую их лучше отлично и теперь переходим к анимации камеры для этого нам потребуется создать ноль объект player new null object и сделать его трехмерным если не видите иконок трехмерности нажимаем сюда врубаем кубик и прентим нашу камеру камера кстати если два раза по ней кликнуть проверьте чтобы ее тип был 1 нодовая камера потому что у двух нодовой камеры у нее есть так называемая точка интереса это по факту и есть ноль на которой она как бы всегда ориентируется из-за которым она следует вот а я выбрал здесь 1 нодовая камера она чуть проще в настройках так запринтили значит камеру на ноль и проверяем если я выберу ноль выберу инструмент поворота начинаю вращать вдоль оси y он должен быть значок именно чтобы вращать для оси y вот у меня есть какой-то поворот ну и давайте сделаем уже анимацию значит раскрываем трансформацию что я буду анимировать я точно буду анимировать ось y вот эту y rotation time 1 ключ и 8 секунда 2 ключ так и еще наверное можно ось z за анимировать пока не знаю как поэтому пока просто намечаю анимацию только и возможно еще масштаб до масштаб будет нас отвечать за приближение так ставим и давайте настроим уже финальное положение кручу ось y немножко разворачиваю это давайте посмотрим на активной камере как это выглядит вот видите мы пришли от такого варианта и перешли к такому варианту чуть-чуть под углом стали дальше можно приблизиться этим и ближе к этим частицам становимся немножко и слегка развернуть z rotation ну сделал такое ощущение что мы там еще будто бы выныриваем из-под этих частиц так и проиграем в обратном порядке нажимаем play эти частицы не так ровно собираются за счет движения камеры слегка подождем у меня еще немножко притормаживает так как запись идет у вас я думаю ну если компьютеры мощные то должно поживее все это дело проигрываться в общем как то так это сейчас выглядит ну и не забывайте сохранится ну и теперь можно заняться наведением красоты а именно настройкой глубины резкости нашей камере чтобы те частицы которые были ближе они были фокусе соответственно все что сзади нас размывалось давайте я для этого два раза кликну по нашей камере и здесь включаем функцию enable depth of field а кстати посмотрите у меня вот такие настройки изначально стоят просто это важно иначе у вас будет немножко рассинхрон короче с тем что у меня давайте поставить какую-то ровно число 10 например f-stop blur level 200 нажимаем ok ну и видим сразу все в расфокусе да давайте зайдем на вид сверху для этого здесь выбираем активную камеру и вид сверху топ вот видим где у нас фокус сейчас находится вот эта вот плоскость она отвечает за то что у меня фокусе чтобы это настроить я раскрываю камеру камеры опции и здесь выбираем фокусное расстояние focus distance давайте выставим его по моим частицам вот так вот я это дело все фиксирую то есть нам придется это все можно you кстати нажать еще чтобы отображать только этот параметр нам это все придется контролировать прям по ходу движения потому что какие-то частицы будут приближаться вот здесь вот например в дальний в дальнем самом состоянии я не хочу видеть вот эти серединные частицы я хочу видеть то что у меня ближе это не оставлю где-нибудь вот здесь но мы сейчас проверим это все дело так а в середине в середине я чуть-чуть так вот сделаю то есть вот этот фронт частиц у меня будет в фокусе а вот это все будет в дымке такой выбираем снова активную камеру смотрим так ну особо сейчас я это не замечаю давайте может быть давайте чуть-чуть я кстати включу опять adjustment layer на котором у меня был glow помните да так сейчас откатимся давайте вернемся вот в самое конечное состояние и от него будем плясать раскрываем камеру так глубина резкости стоит и прочер сейчас у меня 7 и 9 давайте при поднимем его о смотрите как здорово видите в какой-то момент у меня вообще все может теряться в такой дымке например 100 поставим то есть вот только вот эти ближайшие частицы остальное теряется в дымке фиксирую это значение опускаюсь в середину здесь у меня подумаем больше или меньше давайте чуть поменьше может поставим и в конце уже можно на ноль ну ладно ноль не будем 20 оставим чуть-чуть вот мы начинаем разлетаться так сейчас я и кажется надо ближе камеру пододвинуть что-то мне не хватает немножко раз фокуса то есть вот самый последний момент уже классно смотрится да вот эти вот не читающиеся контуры да кстати пока делаем тесты опять же можно на время чуть-чуть приподнять частицы смотреть какого она будет например на 30 процентах плотности потому что частиц будет больше соответственно и фронт размытия немножко может измениться ну да смотрите как здорово вот особенно вот этот кадр прям очень красиво все это смотрится мы видим каждую маленькую частицу здесь там все в такой какой-то заблюренной перспективе что ну в общем можно здесь еще поиграться давайте попробуем может быть чуть поближе сделать но это я уже делаю чисто под себя сейчас в принципе по движению камеры я думаю вы целом все поняли так отодвигаемся на камера проверяем немного подождем ну то есть вот на этом этапе уже можно заблаговременно сказать что получится хорошо да то есть если вы здесь еще не довольны может быть там какими-то цветами то стоит лучше их тут поправить потому что потом и когда будем все это разблюривать если у вас слишком контрастные оттенки то там конечно могут появиться какие-то некрасивые градиенты но здесь пока мне все очень-очень нравится да кстати давайте еще вот в середине вот этом кадре накинем после уже нашего основного эффекта форм на наш главный слой я накину тоже из категории trap code их эффект который называется так называется star glow star glow находит грубо говоря самые светлые точки на вашем объекте и вешает на них такие мини-флары мини-засветы как бы а это же здесь это все можно под себя настроить во первых можно выбрать какой-нибудь пресет ну просто поиграетесь посмотрите можно получить очень красивые результаты просто если выбрать уже из готового ну какие-то варианты естественно вообще не подходят кстати белый пожалуй самый такой прикольный был что мы можем здесь в нем настроить а вкладочка при процесс давайте раскроем здесь тоже есть parameter threshold то есть чем он меньше тем больше оттенков участвует в формировании до этих вот засветов у меня в оригинале здесь где-то 125 стояла ну единственное давайте мы немножко изменим сами настройки дальше опускаем опускаемся streak length то есть это длина наших лучей можно поставить поменьше 45 проверим как это будет смотреться ну вот например на этом состоянии можно чуть побольше поставить так где-то тоже можно это заанимировать середине смотрим перебор да поэтому меньше делаем там во может быть и в конце еще один ставим смотрим ну здесь вы кстати с белым наверное будет прям совсем перебор давайте чуть побольше пришел сетки увеличим да еще не забывайте что вот так вот настроив все эти блики мы их можем глобально изменить то есть например силу если у нас не устраивает если мы опустимся вниз у нас здесь есть параметр star glow opacity то есть грубо говоря прозрачность всего этого эффекта можно сделать поменьше там поставить 50 процентов скажем если я верну 125 и здесь еще режим вложения можно add поставить то есть это бы они складываются сейчас вот было до вот стало после если хочется настроить свои оттенки здесь есть color map всякие индивидуальные длины color map a color map b давайте выберем какой-нибудь пресет с двумя картами чтобы не интересует вот чтобы здесь можно было настроить сразу два оттенка color map a и color map b так здесь я выберу трехцветный градиент опять же я ориентируюсь сейчас на свой оригинал здесь я выберу пресет который называется chemistry вот такой вот сейчас немножко их отредактируем здесь я сделаю чуть-чуть фиолетовых оттенков светлых таких есть чуть-чуть синих но тоже учитывайте те оттенки которые у вас в этой гамме и старайтесь работать и стоит там придумать что-то сверх сложного и неординарного так окей что вот до вот после этого эффекта такая легкая аура у нас как бы появляется но при этом тоже немножко тормоза начали возникать так я все-таки думаю что можно еще индивидуально на камере вот какие-то промежуточные точки например вот здесь мне кажется можно и перчат чуть-чуть побольше поставить чтобы она подольше здесь постояла здесь наверное на серединном этапе тоже можно побольше поставить ну да очень круто вот эти завихрения сейчас смотрится так и уже ближе когда мы собираемся в один такой общий логотип да наш вот эта расфокусировка в итоге она начинает пропадать ну давайте сейчас затестим то есть это тот пример в котором постоянно нужно откатываться назад что-то изменили снова нажимаем play снова просматриваем нравится не нравится больше или меньше из этого просто никуда так здесь еще больше раз блюр можно сделать надо поэкспериментировать просто если совсем там большие значения какие-то стать может конечно будут возникать косяки но в целом в целом мне нравится пятьдесят пятьдесят в серединном кадре поставлю в общем все с этим логотипом я думаю мы закончили надо переходить уже к наполнению сцены сразу забегая вперед скажу как мы это все будем в итоге собирать мы соберем несколько маленьких кусочков этой глобальной общей сцены отрендерим их потому что ну вот если я буду продолжать работать в этом проекте то есть в этой композиции добавлять сюда еще какие-то частицы на фон там отдельно делать то это просто все очень быстро превратится в неподъемный и непроигрываемый файл поэтому я соберу вот этот кусочек потом отрендерю его соберу следующий снова отрендерю и уже на финале буду это все дело композить в общем здесь я думаю мы с вами добились того идеала ну естественно условного идеала который можно добиться в уроке и будем переходить уже к следующей композиции что ж мы переходим с вами к созданию следующей композиции которая у нас будет отвечать уже за фон непосредственно а для этого я прямо с дублирую ту композицию которая у меня здесь есть можно кстати переименовать это у меня пускай будет главное это пускай будет и g то есть background заходим внутрь я отключаю здесь мой оригинал ну и давайте сделаем какие-нибудь частички а если что в оригинале у меня это все выглядело следующим образом единственное дайте вам покажу да вот эта композиция то есть здесь был такой грипп и тут много-много мелких частиц и еще частицы на дальнем плане этот грипп я оставлю уже на вашу совесть потому что здесь все то же самое это один в один тот же объект форм единственное в начале давайте я вам здесь покажу я использовал в качестве формы сферу то есть можно здесь использовать обиджи а можно уже из нескольких пресетов выбрать то есть либо бокс эта коробка будет либо сфера ну и поставил здесь побольше частиц в общем все те же самые настройки если хотите кстати развернуть немножко направление движения вот этой симуляции внизу у вас есть глобальная настройка трансформации и здесь можно покрутить вот эти вот углы сделать offset какой-то чтобы он сбоку например проигрывался и у вас симуляция пойдет уже в эту сторону просто повторять все то же самое я сейчас не буду чтобы не тратить ваше и мое время а вот по поводу частиц мы сейчас поговорим итак возвращаемся сюда для чего я сдублировал эту композицию чтобы у меня осталась та же самая камера тот же самый ноль то есть вся та же самая анимация уже готовая так проверим на секунду да все есть куда-то у меня только улетел мой таймлайн так отлично и теперь создаем новый слой опять solid и на этот раз я выбираю плагин партикуляр партикуляр это просто система генерации частиц самая такая простая самая базовая у вас есть возможность генерировать источки есть возможность генерировать из источника света из какого-то другого объекта тоже есть возможность но тут нету таких настроек например как вот симуляция флюидная как мы до этого видели но при этом это очень хорошо подходит для как раз создания каких-то атмосферных всяких пылинок которые там на дальнем плане летают и они тоже будут красиво переливаться за счет того что у нас будет глубина резкости еще настроена так давайте опять откроем здесь основная вкладка это у нас эмиттер то есть там откуда испускаются эти частицы выберем с вами давайте количество частиц побольше поставим не 100 например 1000 видите сразу больше стало дальше тип эмиттера сейчас это точка я выберу бокс коробка то есть это трехмерная коробка можно себя проверить зайти например на вид сверху и вот мы видим что действительно мы в таком кубике генерируем их то есть и по оси z они тоже появляются снова давайте выберем активную камеру так по поводу позиции по поводу позиции давайте немножко сместим в бок может быть это все дело и подымем так я прям введу те значения которые у меня там были 48 111 интересно какое число так давайте я выберу custom view 3 чтобы все таки это видеть интересно почему у меня такие значения были ладно давайте сейчас все настроим и потом проверим действительно ли стоит их здесь оставлять окей двигаемся с вами дальше так у нас тут есть параметры настройки скорости то есть это их изначальная скорость рандомная давайте ее поменьше поставим где-нибудь здесь 50 процентов вот velocity random тоже 50 процентов velocity distribution 1 из 7 у меня было ну то есть видите не особо что-то изменилось кроме как общей глобальной скорости их разлета далее мы можем настроить с вами размеры нашего эмиттера раскрываем их только тут я вам советую выбрать индивидуальные контроллеры по всем осям вот и давайте побольше здесь введем где-нибудь 2000 по оси x широкий да у нас будет по оси y 500 я думаю нормально и по оси z еще больше тысячи три с половиной где-нибудь вот такое вот поле видите сейчас является и сверху опять себя проверим еще ну мы потом пододвинем просто всю эту штуку ничего страшного окей двигаемся дальше переходим к частице particle что у нас тут важного есть ну во-первых это жизнь частицы видите параметр самый первый life сколько она у нас ну то есть сколько времени проходит с ее момента появления и до исчезновения сейчас стоит 3 это достаточно мало я поставлю 6 опять же с учетом того что у меня где-то длительность там 8-10 секунд всего этого дела будет ставим 6 оставляем сфера так сфера feather давайте сделаем их контрастными я не буду вообще использовать размытие чтобы у них края были максимально яркие размеры ставим поменьше единица рандомизацию размера побольше сотку ставим они все разные были и можно еще графиком задать то как они будут будут появляться и как они будут исчезать сейчас график постоянный поэтому они с постоянным размером просто резко появляются резко где-то пропадают здесь можно прям зажать левую кнопку мышки вот так вот нарисовать типа сюда и сюда сейчас мы тут расчистим немножко и нажимая кнопку кнопочку smooth мы это все дело сглаживаем еще можно выбрать режим кисточки вот этот вот и слегка подредактировать уже более в таком ручном варианте эту точку вообще можно удалить ну да плюс минус так то есть теперь смотрите частицы появляются не так резко то есть они не просто выпрыгивают из пустоты пространства и при этом плавненько плавненько тоже исчезает мы практически этого не замечаем что ж отлично дальше цвет давайте настроим цвет over life то есть по ходу жизни то есть от 0 и до 6 секунд я выберу стандартный вот этот вот пресет раскрываем color over life синенький такой вот ну для дальнего плана я думаю сойдет опять же это зависит от того какие у вас основные оттенки в вашей композиции были ну и переходим к главной самой вкладке сейчас я это все скрою это у нас физика то есть то что происходит с нашими частицами какие-то физические их свойства тут можно настроить гравитацию тогда они у нас будут падать вниз но мне сейчас это не очень интересно вот они где-то внизу видите болтаются болтаются так 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 давайте кстати я думаю что все-таки зря я их так в бок отодвинул давайте я их приподниму их еще глобально можно все приподнять во вкладке world transform точно такая же как есть в форме да один в один по иксу их все таки да все таки мне кажется что зря их в тот угол загнал так это вот здесь минус 600 по моему у меня там было так и по оси z я их сдвину еще да давайте где-нибудь две поставим проверим на виде сверху то есть видите да вот у меня камера вот эта точка с самого начала то есть вот если я включу наш основной логотип и где-то там за ней генерятся поле из этих частиц можно чуть-чуть поближе их пододвинуть они слегка пересекали так снова активная камера здесь не забудьте выключить опять же оригинал ну вот что то там с ними происходит опять же они двигаются с учетом того как двигается наша камера сейчас пока на них больше никакие силы кроме их собственной скорости не действуют чуть-чуть приблизимся выбираем физику и раскрываем с вами вкладочку которая называется air то есть воздух ну или воздушные силы и здесь мы будем настраивать во-первых ветер давайте его выберем здесь есть четыре точнее три я почему-то подумал что еще четвертая ось есть а это странно давайте windx покрутим немножко кстати в отрицательное значение так чтобы их смещало кстати видите уже за счет того что у нас на камере старой стояла глубина резкости уже смотрится достаточно прикольно если хотите настраивать без нее то просто два раза кликайте по камере и выключайте все это дело вот смотрите как обычно но мне нравится и так сейчас так выбираем где-то минус 110 я думаю будет достаточно в эту сторону чтобы их смещало и по оси y давайте будем вверх точнее наоборот вниз да смотрите когда вот определяете в какую сторону вот эти мелкие частицы будут двигаться учитывайте что мы потом эту композицию будем запускать в обратном порядке да то есть мы это все дело отрендерим и потом пустим время вспять чтобы наш логотип не разбирался а наоборот как бы происходила его сборка вот поэтому здесь я запущу это все дело по оси y значит положительном направлении вот сюда вот как будто их вниз какая-то сила давайте 150 поставим вот так вот опять же мысленно в голове сразу же проигрывайте движение всех этих частиц оно будет наоборот отсюда вверх идти потому что проигрывание будет в обратном порядке происходить так можно кстати выбрать этот слой и просто вот так вот взяться за него и потянуть влево чтобы мы уже сразу видели эти частицы у себя на экране а не ждали когда они там как-то появятся так ну уже по моему смотрится весьма весьма неплохо и давайте еще настроим турбуленцию чтобы они не двигались по таким ярко выраженным траекториям а чтобы траектория была максимально непредсказуемая для этого тоже во вкладке r раскрываем турбуленс филд и выбираем эффект position начинаем тянуть параметр тянем тянем и видим как они начинают уходить своего оригинального положения можно где-нибудь тут 500 поставить так сразу сильно видите как их начинает болтыхать так дальше тут scale есть давайте его поменьше то есть это масштаб всей карты этой шума чуть поменьше сделаем да и в принципе я думаю все уже смотрится весьма прикольно сейчас еще раз поиграем может быть количество их чуть поменьше поставим ну то есть опять же тут я оставлю вас со своим творческим порывом то как вы это себе видите на мой взгляд уже смотрится неплохо здесь мы видим ярко выраженный передний план задний план тоже можно здесь на камере если не трогать само движение а то у вас просто движение с логотипом не будет совпадать в этой композиции с движением вашей камеры можно выбрать камеру и поиграться с параметром размытия ну например вначале поставить больше размытия чем в оригинале здесь окей здесь окей здесь окей здесь вроде бы еще больше можно выделить совсем все размывалось так как это выглядит и смотрите что я еще сделаю я могу сдублировать этот слой да отодвинуть его по оси Z еще дальше это делать можно в вкладке URL transform еще по оси Z сдвинуть чтобы характер движения этих частиц изменился сам в самом верху во вкладке Emitter у вас есть параметр random seed это просто какое-то хаотичное число каждый раз когда вы его меняете у вас меняется поведение движения частиц то есть все параметры меняются именно которые отвечают за их траекторию за их начальную скорость просто какое-то рандомное совершенно чтобы они не совпадали с этим слоем так окей и давайте сделаем во-первых размер их побольше particle size где он у нас тут не смотрите пока потому что мы это все сейчас быстренько настроим так на виде сверху посмотрим ага еще дальше отодвинем вот так потом я могу их сделать пошире это я могу вернуться в самый-самый верх и размеры моей коробки в которой я это все дело генерирую просто чуть-чуть увеличить вот так вот еще поверх всего этого то есть уже после моего эффекта я могу накинуть эффект который называется Fast Box Flure который меня просто размоет эти частицы то есть у меня и так есть эффект размытия на камере это просто чтобы его еще акцентировать я могу это руками сделать ну и давайте режим наложения скрин поставим чтобы они смешивались с моими оригинальными частицами так поставим их да и прозрачность всего этого слоя я очень сильно уменьшу то есть эти частицы нужны для создания дымки для создания атмосферы на заднем плане то есть они не должны быть читаемыми они просто должны напоминать какие-то вот очертания того что там как будто бы в глубине еще что-то движется и оно имеет примерно такие же формы и такой же цвет как и мои основные частицы то есть сразу же в сцене появляется глубина за счет этого в общем я надеюсь что вы поиграетесь с этими настройками ну а мы переходим уже к завершающей стадии когда мы будем рендерить собирать все эти части воедино ну и наводить финальную красоту перед тем как отправлять все это дело на рендер я бы еще раз хотел пройтись по самым основным моментам которые у меня были именно в оригинальной композиции чтобы еще раз убедились в том как это все строится посмотрели итак сейчас я нахожусь в композиции которая у меня отвечает за задний фон давайте я тут сделаю пару режимов соло значит вот у меня отдельно есть только этот гриб если мы на камере вырубим глубину резкости чтобы чуть-чуть побыстрее все это проигрывалось потому что она очень сильно сжирает ресурсы то есть то же самое видите я этот гриб взял слегка пододвинул то есть в оригинале это у меня была вот такая сфера потом просто так я ее сдвинул на таймлайне вбок соответственно ее начало где-то здесь поэтому на этом моменте она же вот такая вот разбитая ну и она сдвигается вправо когда мы будем все это дело проигрывать в обратном порядке соответственно наоборот она будет собираться внутрь далее у меня здесь есть частицы партикулы вот эти которые мы собирали вот так вот они выглядят ну практически один в один видите все то же самое повторяет движение камеры важно чтобы совпадение было и потом я еще два раза эти частицы продублировал точно так же как мы с вами делали размыл их вот там на дальнем плане какие-то очертания есть и вот все это вместе если я собираю то есть обязательно чтобы совместились они корректно на режим наложения ставим на них адд в итоге включаем еще наши аджесменты включаем размытие на камере и имеем вот такой вот результат ну и в оригинале то есть сам мой логотип вот тоже вот так выглядел то есть просто чтобы вы понимали по количеству частиц сколько я использовал как у меня расфокус выглядит чуть-чуть может быть оттенки у нас отличаются сейчас я включу аджесмент тоже но в целом все очень-очень похоже ну и в итоге вот с такими настройками по очереди нам нужно отрендерить эти композиции то есть мы выделяем ту область которую хотим оставить для рендера в данном случае это с нулевого по десятую секунды да можно шорткаты n или b на клавиатуре begin и end типа так я отменю и по очереди отсылаем их на рендер да кстати забыл вам показать у меня была еще одна композиция лого сборка 5 называлась видите я не особо заморачивался с названиями все то же самое то есть это тот же форм только видите финальная фаза выглядит немножко по другому то есть здесь я загрузил просто другую вариацию вот этого логотипа помните у нас в синеме с вами была такая настройка когда мы создавали объект extrude если я возьму не знаю какой-нибудь текстовый слой бах вот изначально если вы вот этот объект переведете нажмете c и экспортнете и закинете его внутрь After Effects в качестве OBG то он как раз будет выглядеть у вас точно так же как у меня сейчас то есть вот с этими вот гранями ребрами такой как будто бы скан объекта ну на мой взгляд тоже смотрится весьма прикольно поэтому я решил его тоже как-нибудь использовать в общем все те же самые настройки на нем один в один просто на нем частиц видите слегка поменьше плюс в настройках OBG вот здесь вот я поставил режим Edge то есть чтобы частицы генерировались только на ребрах моего объекта ну и вот его тут расколбашивает в общем туда-сюда немножко притормаживает опять же за счет того что слишком много здесь всего одновременно работает и перед тем как ставить на рендер не забудьте еще вот какую штуку включить она позволит вам достичь ну прям совсем таких красивых результатов правда сразу предупрежу что она очень тяжела на предпросмотре поэтому лучше это делать прямо перед тем как нажмете на кнопку рендер если зайдете во вкладочку рендеринг непосредственно в самом форм-эффекторе здесь есть у вас вкладка Motion Blur вот советую вам ее включить то есть ваши частицы по мере того как будут двигаться и ускоряться они еще будут размываться это очень реалистично всегда будет смотреться то есть никогда не будет никаких таких ярко выраженных как бы точек прямо на экране всегда будет какое-то движение слегка сглаженное вот но когда вы это совмещаете еще с глубиной резкости на вашей камере то композиция ну просто встает моментально то есть она встает у меня на достаточно мощном компьютере думаю у вас она встанет ну прям полюбас поэтому это уже делайте перед самым непосредственно рендером ну и в принципе все по поводу рендера значит как мы запускаем на рендер мы просто нажимаем композиция это удоб render queue не надо в медиенкодер и рендерим мы с вами в png секвенцию все это дело выбираем здесь png sequence ну и все нажимаете ok и указываете куда вы это дело отрендерите потом нажимаете render и обратно все это дело закидываете к себе в проект то есть у меня в итоге получилось три таких отрендеренных файла первый это оригинальный мой логотип его сборка это делается для того чтобы сейчас когда мы будем наводить уже финальные какие-то штрихи в нашей композиции чтобы не тратить время на постоянный предпросчет вот этих вот композиций когда вы будете их собирать просто в одной общей такой колбасе из трех у вас будет просчитываться и частицы и форма один и форм другой ну и он просто с ума сойдет поэтому обязательно делаем вот такие вот пререндеры небольшие основного логотипа заднего плана давайте глянем задник вот так вот выглядят и отдельно вот этот мой план с ребрами ну я говорю это как дополнение это не обязательно я просто экспериментировал несколько вариаций делал и в итоге потом подумал что блин ну что она у меня будет пропадать дайк я ее тоже в оригинал запихну хотя тут видите в самом конце я особо не заморачивался с фокусировкой у меня вообще все уходит в расфокус наверное лучше это было избежать в общем просто что мы делаем выбираем все три штуки закидываем в новую композицию говорим окей и режим вложения скрин ставим вуаля все работает при этом все частицы и дальнего плана и ближнего повторяет у нас движение камеры далее вы уже начинаете настраивать под себя все это дело то есть какие то моменты например если вам не нравится что дальний план может быть очень ярким да вы можете просто взять и глобально открыть прозрачность нажать T на клавиатуре и чуть-чуть их там только это я по-моему не то да делаю не то это у меня композиция 4 да чуть-чуть темнее это сделать процентов 85 поставить вот у вас больше видите фокусировки именно на центральном объекте при этом давайте теперь сделаем непосредственно саму сборку для этого я сейчас пока могу отключить задний план блин удивительно но именно все отключил кроме заднего плана и смотрите как мы это делаем мы выбираем наши два слоя нажимаем правой кнопкой мышки идем в time и выбираем функцию time reverse так только давайте не reverse layer потому что там возможно нам придется чуть-чуть подредактировать то есть да time reverse layer сработает вы просто повернете время спять а если вы хотите именно контролировать какие участки у вас может быть будут быстрее или там наоборот медленнее то выбираем здесь enable time remapping у нас появляется два таких вот ключика видите ну и давайте сейчас найдем тот момент который меня интересует ну вот предположим на восьмой секунде не надо это делать с самого конца давайте с восьмой секунды я ставлю здесь раз ключ два ключ фиксирую как бы эту точку в пространстве а эти последние кадры удаляю так теперь выделяем все вместе правой кнопкой мышки ну вы здесь не увидите давайте я вам покажу побольше все таки выделяем правой кнопкой мышки keyframe assistant да что ж такое все равно видите не попадает как бы я не хотел теперь точно time reverse keyframes то есть мы пускаем время вспять именно между этими двумя ключами моим play и смотрим на ту красоту которая у нас получается ну и наслаждаемся конечно скоростью проигрывания потому что по сравнению с тем как вы проигрывали свои основные композиции это просто несравнимо ну то есть да видите вот у меня моя вторичная композиция добавляет такие легкие какие-то очертания букв вот этому вот жирному в противовес жирной вот этой вот сборки и чтобы она там потому что она дает какие-то некрасивые ребра чтобы это не было видно в самый последний момент где-то здесь я включаю прозрачность и просто ее анимирую от 100 где-то до нуля как раз чтобы вообще этого ничего не было видно так может там 5-6 процентов оставить чуть-чуть то есть вот видите она складывается и пропадает может быть чуть-чуть раньше это сделать и совмещаем с нашей основной базовой композиции именно для задника ее мы кстати тоже control alt ее мы тоже пускаем время вспять выделяем все правой кнопкой мышки time reverse keyframes то же самое как и здесь смотрим это еще важно для чего было сделать вот почему мы именно на восьмой секунде остановили время чтобы когда логотип собрался дальше то ему некуда играться правильно а фон еще продолжал двигаться потому что фон мы как раз вернули время вспять именно с самого последнего момента времени и у нас поэтому тут есть еще чуть-чуть запас где-то в две секунды чтобы зритель успел прочитать наш логотип ну и в принципе все давайте дальше я вам покажу какие всякие аджесменты и что там с цветокоррекции я сделал в финале так вот выберем здесь композ сборка так выключим вот это по-моему мне вообще не нужно все повырубаем и так вот у меня три моих опять же те же самые композиции один в один я включаю раз adjustment layer что мы видим здесь два glow эффекта первый glow эффект создает вот такую дымку но опять же все настройки можете у себя посмотреть сейчас я уже не буду по сто первым разум на этом останавливаться второй glow эффект создает прям такое сильное размытие побольше я его сделал при этом проверяйте себя на каких-то вот промежуточных кадрах потому что где-то здесь может быть просто пересвет за счет этого но мне в целом нравится как он прям такую глубину кадра создает красивое ощущение какой-то магичности так следующий эффект это просто виньетка то есть новый adjustment layer вырубаем fastbox blur немножко по краям да размыли делали как будто бы у нас фишай такой и кривыми слегка подредактировали все это дело чтобы чуть-чуть сделать темнее и там слегка синеву это все я увел но опять же это в моем случае если у вас там композиция из красных каких-нибудь частиц собирается то я думаю там лучше сделать это покраснее ну и в качестве такого финального аккорда я добавил noise немножко это чтобы сгладить всякие градиенты которые там есть на дальнем плане да вот без этого noise вот с ним ну я не знаю насколько вам тут видно вот то есть да на близком ракурсе это конечно заметно можно чуть-чуть поменьше там не 5 а 3 поставить и слегка потом еще шарпен фильтром это все дело подчеркнул то есть чтобы у меня края частиц каких-то совсем там потерянных да не терялись а именно подчеркивались ну это очень мелкая правка я не знаю насколько вы ее здесь видите или нет но если заходите нам на стримы по 3d и по разбору композов всяких то я думаю вы уже привыкли к этому я неоднократно показывал эти техники именно сборки в общем друзья вот такая штука у нас с вами получилась я думаю вам есть над чем подумать потому что здесь реально очень много материала которые можно самостоятельно долго ковырять разбирать крутую штуку конечно тропкодовцы сделали прям действительно потому что ну если бы без них такое можно было бы собрать но только в каком-нибудь x particle например да или там в гудине а так считайте полноценный ну ладно не полноценный но так сказать самый движок в котором вырезали все самое основное и оставили все самое красивое по частицам это вот как раз тропкод в After Effects ну все друзья с вами был Михаил Бычков сайт VideoSmile и увидимся с вами в следующих уроках ну или на стримах в общем подписывайтесь на канал жмите там колокола бейте все вот это вот что вам обычно говорят и до новых встреч всем пока